Здравствуйте, а как там директора? Директора? Здравствуйте, Раиса. Принесли претензии? Нам нужно, чтобы вы написали, когда вы ее получили, расписались, познакомились и нам вернули один отель пляж. Замечательно, в баночке стоит, рядом стоит директор, а в баночке стоит мятник. Ого! Ну да. Уже две баночки. Скупайте, отправитесь. Это не человеческий факт. Впереди. Впереди. Еще одна баночка. Уже пора в зарплату приходить сюда. Еще одна баночка. Не отвлекайся пока, потом ты это все будешь заниматься. Давай сейчас мои бумаги получше, потом будем заниматься. Ты сейчас руки себе занял и что теперь будешь делать? Так я сейчас отдам. Куда-нибудь поставь, чтоб они не мешали. Читал, изучил. Надеюсь, все нормально. Директор мяты и банки. И пофигу. Знает об этом сто процентов, что они стоят мяты. А зачем убирать-то? Пусть купят. Себе вот что-то не покупают, да? Ну, на стол себе он такой поставит. Даже вообще в таком состоянии. Здесь тоже у нас, понятно, все переметы. Вот, явно. Вот интересно, подпишет она или нет. Или сейчас позвонит кому-нибудь и так же скажет. Не, мы не будем подписывать. Почитала долго. Звучала, читала. Вы с нас вымогаете 60 тысяч рублей. Мы не вымогаем его. Вы вымогаете досудебное решение. Может быть, только после того, как вы подали заявление в суд. Мировой судья приглашает нас на досудебное заключение сделки. На основании чего вы сейчас у нашего магазина, конкретно у меня, вымогаете 60 тысяч рублей. Раиса, вот смотрите, мы вам дали персональные данные. Почему сейчас фотографируют их на видео? Я вас еще спрашиваю, на основании какого документа вы умеете? Давайте начнем с того, что мы вам дали два документа, которые содержат персональные данные. Вызывай полицию, это даже не документ. Я таких отписок могу напечатать. Вызывай полицию. Вы меня вымогаете деньги. Раиса, да. Вызывайте полицию. И самое главное. Сейчас вот этот телефончик, который содержит персональные данные Дениса Анатольевича, моего доверителя. Вызывай полицию. Вызывай, пойдем. Раиса, давайте я вам объясню. Это называется претензионный порядок урегулирования споров. Денис, помолчи, сейчас сделали заведомо ложный донос о совершении преступления. Нас обвиняют в вымогательстве. Вы пришли, если вымогательство. Без печати, какую-то отписку принесли, вот ей-богу. Что тебе колбасит? Холодно болею. Не от вас колбасит, вы бы хоть побрились. Может быть адреналинчик, а? Адреналинчик? Что еще? У тебя адреналинчик? Давайте, давайте. А то ты на Сережу можешь идти, на подачи. А что ты за Сережу заступаешь? Вы с ним вместе, да? Вам не жалко человека? Его матери видео скидывают ваши с оскорблениями, публичными. Ты себя пожалей, деточка. А ты с кем разговариваешь? Ты сейчас 306 статью себе намотала. Смешно. Смешно, да. И ваш директор намотала. Хорошо. Если вы не знаете законодательство, это ваши огромные проблемы. Хорошо. Мы все делаем четко, в рамках закона. Хорошо. Я с вами не спорю правильно. Делайте. Делаем. Четко, в рамках закона. Давай сделаем тогда заявление. Вызывай сейчас в полицию. Ага. Сейчас оформим по поводу заявления. Замат поедешь сейчас в отдел. По 3600 сейчас будем делать заявление. Публично сейчас было обвинение нас в вымогательстве. Сообщению в правоохранительные органы. Рейса, так вам объяснить вообще цель нашего прихода? Займите меня 60 тысяч. Цель вашего прихода. Вы-то здесь причем? Мы лично у вас что-то просили? Там прямо написано, что... Что написано? Вы-то здесь. Там претензий лично мне было предъявлено. Лично я должна была оставить подпись. И лично с меня вы хотели займить 60 тысяч. Вы, как руководитель магазина, расписывайтесь в получении претензий. Претензии вы, если вы знаете законы, вы должны были предъявить юридическому лицу в письменном виде по электронной почте. Так это и сделали. Мы предъявили юридическому лицу через вас, как руководителя организации. Вы вообще не знаете свои обязанности. Я все прекрасно знаю. Вы когда договор трудовой подписывали, у вас должностная инструкция есть. И у вас доверенность есть действовать от имени организации. Я в шоке. Директору подают официальную претензию. Она говорит, что это подали ей лично. Раиса, вот эта претензия уже была 15 числа опубликована в сетях. Она согласована со мной, как с защитником, представителем. Долго читала эту претензию. В итоге где-то советовалась и пришли, решили нас искусственно обвинить в вымогательстве. У вас все там четко прописано. Дайте мне 60 тысяч, иначе я... Иначе я... Что там? Все прописано. Молодые люди. Боже мой. До какой степени у нас глупый народ. Да нет, это вам просто нужно 60 тысяч. Вы сюда пришли и реально думали, что вам дадут сейчас 60 тысяч? Ну да. Да. Дав вот эту отписку. Где ваша, товарищ Маслова, подпись? Ну давай, давай. Нагнетай страсти. Это же вы мастера провокации. Ну спасибо за комплимент. Да нет. Я думала, что это так себе. Просто вы сейчас пытаетесь сыграть историю, которая просто вам не получится. Мы дали бумагу, мы ее засняли на видео. Прекрасно. В бумаге четко прописано, что вы хотите 60 тысяч. Пусть дальше разбирается полиция. Все. Так там не надо разбираться, это гражданско-правовые отношения. Там все четко написано. Хорошо. Вы увидели цифру 60 тысяч и уже все на этом? Ну прочитали. У вас руки-ноги задрожали. Я прошу бумагу. А вы читать умеете вообще? Не умеете. Что там написано? Ну что там написано? Предлагаю выплатить мне в досудебном порядке 60 тысяч. Тогда я к вам никаких претензий не имею. Ну давайте, вы прочитайте. Там процитировали только. Цитировали. Ах, вы процитировали? Я ее убрала. Полиция приедет. Процитировали. Да. Странно вы цитируете. Там написано за что и в связи с чем. За что и в связи с чем можно пояснить только. Не хотите в добровольном порядке? Будет вызыскано через суд. Это же как? У нас закон позволяет регулировать в добровольном порядке, не в добровольном порядке, в судебном. По некоторым делам предусмотрен обязательный претензионный порядок. В данном случае мы используем возможность досудебного урегулирования. Досудебное регулирование происходит не так. А как? Мы вам официально на бумаге принесли документ. Как неофициально? Которую я сейчас распечатаю на принтере и дам вам. В смысле? А что вам там на этой бумажке? Там стоят наши подписи. Судебное решение. Это приходит мировой судья, приглашает нас в ад. Мировой судья приходит? Вы что? Откуда вообще? Это досудебное урегулирование вопроса. Когда дело будет уже у мирового судьи, это уже называется судебное. Дело будет уже возбуждено. Судебное решение. Нас пригласят. Мы уже поняли, что с вами досудебного урегулированного быть не может. Да кто с вас вымогает? Вам предложили урегулировать досудебное? Вы не захотели. Вы никаких претензий к нам не имеете. Вот лежат конфетки. Здесь лежит маркировка срок годности до 29.08. Нормально? Понятно. Я так понимаю, сейчас скучаю, тут много чего собираешься. Не, я не буду этого достаточно. Там тоже маркировка. Да, давай. Не надо много собирать. Я думаю, этого достаточно, чтобы оформить. Сейчас у нас более интересный контент будет. По поводу 306 статьи Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Клевета. Это будет еще отдельное исковое заявление. Но в данном случае уже будет исковое заявление именно на вас, как на физическое лицо. На кабинете? Да. Раиса, а вы там в этом заявлении досудебном увидели свою фамилию или что-нибудь? Хотя бы это. Там указан юридический адрес. Организации. Сейчас подъедет юрист, будет и сможет. А, уже юрист подъедет? А сотрудники полиции уже не подъедут? И полиция. И полиция подъедет? Все подъедет. Да? Боже мой, как вы же находитесь на своем месте-то, а? Вы и с просрочкой не справляетесь. И с юридическими вопросами, которые обязаны решать. Что-то у вас тут лучшего мнения был на самом деле. Конечно, вы же надеялись, что я вам сейчас 60 тысяч выкачу. Кому? Вам. Конкретно вам. Конкретно мне? Да. Конкретно от вас? Нужно 60 тысяч. Говорю, конкретно вам? Я что-то предлагал? От меня нужно 60 тысяч. От вас лично? Да. Понятно. Вы, наверное, вы даете желаемое за действительное. Да нет, тогда вы чуть-чуть не поняли. Да. Ну, понял, да? Согласна с Третьей. Ну что, посмотрели? Конечно, посмотрели. У вас же как? Анастасия, да? Настя? Угу. Настя, я... То, что вы сейчас пытаетесь на нас повесить там, 163 статью... Есть. Так. Снято на видео, сфотографировано и так далее. Там русским черным по белому написано это. В чем я вас обвиняю? Вы пришли потребовать деньги. В чем я вас обвиняю? Потребовать деньги? Да. У кого? У вас? За что? У организации вы пришли. У нас вы пришли требовать деньги. За что? Я не знаю, за что. За какое благо мы у вас решили потребовать? Вы пообщаетесь вот с органами. С органами? Понятно. А вы не пообщаетесь. О чем мне с ними общаться? Нет, все, но есть, что нужно. Да. Пусть мои руководители общаются. Значит, Настя, я вас на всякий случай предупреждаю. Если персональные данные... Они будут в сети, я вам обещаю. Да? Ну хорошо. Я вам обещаю. Прямо в рамку возьму. Да. Вот если вы обратили внимание, эта бумажка уже есть в сетях. Но там персональные... Я даже не знаю, где у вас конкретно. А, не знаете, да? Но есть уголовная статья за выкладывание персональных данных. Есть административная. Ну, главное, чтобы мы это зафиксировали. Что она прямо говорит о том, что будет выкладывать персональные данные. Сейчас мы сделаем заявление. Вот сейчас приедет служба безопасности нашей организации. И вы уж с ними как-нибудь разбираетесь. И полиция. Я, если буду разбираться, то явно не с вашей службой безопасности, а с полицией. Ну, я не знаю, как это происходит. И вы, пожалуйста, не покидайте место происшествия. Потому что в вашем телефоне находятся персональные данные. Я хочу с ним... В вашем тоже телефоне находились персональные данные. Я вас еще раз предупреждаю. Есть уголовная статья за то, что вы опубликуете персональные данные. Я просто... Я сегодня в рамке будет. Вот прям сегодня. Давай, давай. Это ваша бумажка. Давай, давай. Ты, главное, это еще раз скажи. Хотя мне уже достаточно, что она говорила. А я, смотри, все баночки собираю. Это все мятые баночки. Смотри, в каком количестве. Практически вся партия вот этого. И еще сейчас приедет участковый. Помимо вот этого, все, все овощи, которые там стоят, пусть снимают и оставляют на ответственной хране. Они по ходу конфеты, которые мы оставили, они выложили назад. Я так понимаю, на ответственной хране не было оставлено ничего. Почему-то участковыми. Ну и те же самые конфеты. Ну, не все, но... А я в машине пауэрбанка вставил. Ой, я могу сходить? Ты боишься остаться? Да, да, не бойся. Сходи и тогда доверный сразу оригинал. Возьми, все, возьми. Сейчас сотрудникам полиции все это покажем. Хорошо. Кто, чего, как. Смотри, чтоб тележку не угнали. Да-да, не бойся. Меня забрали. Раис, вы знаете, что вы сейчас совершили административное правонарушение? Вы допустили распространение персональных данных третьим лицам? Понятно. А, Раис? Причем это зафиксировано на видео. Понятно, с водичкой из машины. Надеюсь, они ее не уградут на нас в этот раз. Ну, надеюсь, да. Отдай мне пауэрбанк. Смотри, я сейчас сделал заявление в полицию тоже. Я вызвал следственную группу, уже именно следственную группу. Да. Чтоб твои персональные данные не попали, ну, сам понимаешь. Угу. А то у нас очень много доброжелателей. Ну да. И поэтому будет как-то не очень хорошо, если эта информация будет выдана в общедоступную сеть. Суть заключается в следующем. Мы сюда пришли вручить официально претензию по тем случаям, которые были, по-моему, 17-го числа. И вот когда вы приезжали, когда у нас произвели хищение товара приобретенного. Соответственно, все официально оформили. Я, в данном случае, представитель на основании доверенности Дениса Анатольевича. У меня доверенность официально. Мною была составлена официальная претензия письменная на бумаге. Ну, и в двух экземплярах вручили директору для того, чтобы как бы она расписалась в получении, ну, так называемый досудебный претензионный порядок урегулирования споров. То есть, если мы добровольно вот этот вопрос решаем без суда, ну, значит, решаем. Если дело доходим до суда, и суд мы выиграем, то суд, помимо того, что мы просим, еще взыскивает штраф в пользу государства. Ну, это такое требование законодательства о защите прав потребителей, чтобы, ну, уменьшить объем вот этих дел на эту тему. Как бы суд говорит о том, что, говорится, чтобы, скажем так, магазины и тому подобное не доводили дело до судов. Они как бы говорят, что если вы добровольно не решаете, делайте штраф. Поэтому мы всегда даем такую возможность. То есть, мы в пятерочке, в другие магазины сначала вручаем претензионную вот эту претензию. Если они не решают там, не договариваются каким-то образом компенсировать тот моральный вред в связи с нарушением прав потребителей, то, соответственно, мы уже обращаемся в суд. Вот. Соответственно, ну, стандартный порядок, который существует у нас в Российской Федерации, он прописан законодательно. Но в ответ сначала, значит, руководитель очень долго изучала, все это на видео фиксировалось непрерывно, потом ушла, с кем-то, видать, посоветовалась, и вышла с резкими обвинениями в наш адрес, что мы у нее лично вымогаем 60 тысяч под угрозой того, что если она не даст нам лично сейчас деньги 60 тысяч, то мы якобы там что-то распространим в сети интернет, ну там просрочку там или что-то такое. Ну это сейчас я вам покажу, там дословно все это зафиксировано. То есть обвинила нас в вымогательстве. То есть в совершении преступления по статье 163 Уголовного кодекса, а именно требования, значит, денежных средств под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство, я так понимаю, ну руководителя или магазина. Я не знаю, тут надо у него уточнить, в чем, хотя с нашей стороны было все культурно. Сразу я вам говорил, я по-моему и раньше говорил, мы еще заходя как в магазин, сразу фиксируем все на аудиозапись и периодически включаем видеозапись. То есть как мы только сюда еще даже не зашли, у Дениса Анатольевича есть аудиофиксация, вот аудиорекордер, у меня есть аудиорекордер, все фиксируется непрерывно. То есть какого-либо умысла там, на вымогательство, там его не было. Соявление оформлено, объяснение. Смотрите, подождите, можно как бы, значит, вот этот вопрос, который я сейчас подал, он меня сейчас просто вообще не интересует, это Денис Анатольевич, если захочет по эту тему поговорить, он по эту тему будет говорить, я сейчас на эту тему разговаривать вообще не буду. Мне интересует только одно, чтобы вот этот вот человек, который публично на весь магазин обвинял нас в вымогательстве, более того, конкретно указывал, в чем она заключается, чтобы она была привлечена по статье 306 к уголовного кодекса. Задавлено моложный донос. Я еще не закончил, можно я закончу? Потому что с ее стороны преступление было завершено, она сделала это заявление и сообщила об этом в полицию. Я так понимаю, что и полиция должна была приехать, потому что она ее вызвала. Вот прошу вот этот вопрос решить. По этому поводу я сейчас дам пояснение, заявление и видеоматериал предоставлю. По поводу просрочки, Денис Анатольевич, можете разговаривать. По поводу молодой человек вам будет предоставлять честное. Вы также можете обратиться с заявлением. Я вызвала пояснение. Сейчас давайте оформим документы. Покажет, как он сказал, Раисточка, ты ничего не попутала. Вы можете это все отразить в заявление. Раисточка, я вам это сейчас скажу. Ты ничего не попутала, Раисточка? А, Раисточка, иди сюда. Я тебе под видеозапись говорю, и вот под вашу видеозапись. Мы с вами на «ты» не переходим. Я с тобой перешел на «ты» уже, знаешь, когда? С того момента, как ты начала нас обвинять. Не надо требовать деньги. У нас кто-то занимается? Да, конечно. Смотрите, там уборщица была опрошена, которая пояснила, что вы отлучались на длительный период времени. Соответственно, она убрала. Ну, это как бы их объяснение. Когда принято решение, вам предоставим ответ на эту информацию. Ясно. Давайте сейчас тогда оформим, да. Вот, смотрите. Ну что, Настя, побеседуем? Давай. Ты меня, я тебя снимаем. Что, решила заняться? Ютубом или чем? Где там у тебя будет выложена информация? Аность, где твои ролики посмотреть? Что-то как-то ты непрофессионально снимаешь. Ты меньше телефоном туда-сюда води. Вы тоже снимаете, да, девушка? Мне уже пора деньги с вас брать. За контент. Или школу открывать. Хотите? Так давайте я вам запишу. Настя, записывайтесь. В блогеры буду обучать. На семинар придете ко мне? Угу. Расскажу, как за месяц с небольшим с нуля до трех тысяч подписчиков набрать на ютубе. Хотите? Нет. Нет? Угу. А чего? Давайте. Это неинтересно. Других дел полно. Так а с какой целью вы снимаете? Ну вы же нас снимаете, я хочу просто... Не, ну я-то снимаю, вы знаете для чего? Ну а я просто хочу, чтобы вы нас не оскорбляли. Вы же только на камеру можете не оскорблять. Так а я вас не оскорбляю. Меня не оскорбляли. А кого оскорблял? Да, он был один, вы оскорбляли. Каким образом? Ну, спустите, давайте не будем. Вы меня все равно не спровоцируете. Вы просто не понимаете, что оскорбления это такие слова, которые неприличные, да? Хорошо, окей, я не понимаю. А приличные, вот слово, допустим, дурачок, это приличное слово, литературное. Я не понимаю. Но оскорбиться можно, да, на них. Ну, последствий юридических это не влечет. Так что, Анастасия, где посмотреть ваш ролик про персональные данные, которые вы выложили? Да, есть с чем заняться. Или вы не будете выкладывать? Вы отказались от своего преступного замысла? Я выложу все, что вы сегодня тут сделали. Нет, это вы выкладываете, ради бога. Я бы говорю про персональные данные моего доверителя. Не будете выкладывать? Конечно, буду. Будете, да? Конечно. Ну, вы знаете, да, что... Прямо рамку. Хотите в личные сообщения вам выложить? Так я поэтому и интересуюсь, где у вас будет это выложено. Я вам кину ссылочку. Чтобы были доказательства уже. Доказательства уже. Совершение вами преступления. Конечно. Будут, будут. Будут, да? Ага. Просто есть административное правонарушение. Как вы скажете? Анастасия, не отвлекайтесь. Я вам советую держать телефон горизонтально, не вертикально. Вы советуете своему другу. Не, почему? Я могу вам посоветовать. Я же хочу, чтобы у вас было все хорошо. И в личной жизни, так? Расслабилась. 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 Руки убрала. Руки убрала. Девочка, дома будешь так с мужем. Не хамите, ладно? Не хамите. Не хамите. Будешь мужа тискать дома. Поняла? Разбираться с вами, а не я. Поняла? Разбираться будешь с мужем дома. Под одеялом. Если он вообще есть и будет. Когда-нибудь. Анастасия, ну что вы? Я могу так стать очень. Вы неинтересный собеседник, если честно. Конечно, я вам не сделаю подписчиков больше трех тысяч. Да вы уже сделали. Вы сегодня просто сделали такой ролик, что, знаете, он переплюнет. Ну я-то ладно, я-то как бы стремлюсь к этому, поэтому. Очень жаль, что в своем возрасте вы к этому стремитесь. Это мое хобби. Питайтесь просрочкой, я не знаю. Стремитесь к подписчикам. Питаетесь это вы, наверное, просрочкой. И те люди, которых вы кормите этой просрочкой. Я стараюсь все-таки есть качественные продукты. К сожалению, не всегда это получается. Благодаря таким, как вы. Что вы это закхыкали? Не правду сказала или что, Раиса Анатольевна? А, Раис? Вы, по-моему, постриглись, по-моему, в прошлый раз и другой были. Вам это не идет, прическа. Не оскорбились, нет? Анастасия, ну что, будет диалог у вас со мной или нет? Нет. Ну понятно, ладно, тогда не интересного мне. Мы открываемся в 8 часов. Понимаете, да? Что за ночь овощи имеют свойство портиться. Конечно. А у вас у каждого столканица не ограничено. Какой шнурки? Значит, какого можно подавать? Слушайте, ну не опускайтесь уже до такого какого-то вообще непонятного состояния. Это за ночь испортилось, да? Ну видимо, да. Да? Ты его из куртки достал? Из твоей. Из заднего кармана. Понятно. Хорошо, не интересно. Это самое интересное. Так самое интересное еще будет, не переживайте. Вы если снимаете, вы не бойтесь как бы людей, аудитории. Вы наоборот, на нее идите. Что вы боитесь? Да, а что все время убегаете? А потому что я стою разговариваю с человеком, вы ходите тут со своей тыкалкой. Не, ну вы там подошли, я так думал, я сейчас засниму. Если вы снимаетесь. У меня хорошая камера. У вас хорошая? Поверьте, конечно. Ну, по крайней мере, по качеству видео замечаний не было. А, ну что? А что? А что у вас не нравится? Просто видео ваше не видела, поэтому... Ой, да ладно, не видели, не скромничайте. Где мы Сережу оскорбили, видела. А, видели, да. А как я его оскорбил? А я не знаю, как вы его оскорбили. У вас все это выложено в название видео. А, в название? И что там с названием не так? Что ты меня провоцируешь, господи? Да? А что, не ведешься, что ли, на провокации? Нет, не ведешься. Не ведешься. Да ты уже, общаясь со мной, уже повелась. Хорошо. Хорошо. Что хорошего там? С этим зашквариком. Ой, 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 зашквариком. Ну, давай, расскажи. Ну, давай, давай, чего ты молчишь-то? Сразу замолчал. Вот вы такие смелые, когда на вас камера не направлена. Где тут камера-то? У меня в руках. Ну, вообще-то, люди нормальные снимают уже давно на маленькие камеры, а не на большие. Маленькая камера-то нормальная? Ну, она в телефоне. Не, ну, вы можете, конечно, сделать доброе дело. Скинуться деньгами и купить... А я знала, как вы там просите по 10-50 рублей. Ну, то по 10 рублей. А что, 10 рублей жалко, что ли? А? Ха-ха-ха. Вот, видишь, как все. Все грустно и печально. На просрочки не заработали больше, нет? Хорошие-то продукты домой несете, наверное, нет? Это я сейчас, как домыслы, так, предполагаю. Не обвиняю, как некоторые. Но я просто знаю, что многие так делают. Кто конкретно, не буду говорить, чтобы меня не обвинили, потому что на все нужно иметь доказательства. Это правда. Это правда, да. И вот, когда вы обвиняете нас в вымогательстве, вы должны были иметь доказательства. Мы имеем доказательства. Да? Какие? Вы пришли сюда с какими словами, что вы? Со словами? 60 тысяч, мы к вам претензий не имеем. А где же наша правая вот эта вот, как же людей кормить просмотров? Деточка, вот посмотри. Вопрос всего в 60 тысяч. Деточка, вот видишь, смотри, вот эту штучку, видишь, что у меня висит вот здесь? Видишь? Видишь? Говорю с ним. Ладно, тебе надо это. Да? Что, все испугалась? Пускай полиция разбирается. Пускай полиция разбирается. Пускай полиция разбирается. Ты сначала из своего ротика гадость, когда произносишь, думай, что ты говоришь. Потому что все фиксируется. Свою гадость доказательств. Какими? Что вы принесли сегодня? Какими? Я тебе еще раз говорю. Еще заходя в магазин, у нас все фиксируется. Слава Богу. Да. И у нас ничего плохого не... А, значит у нас все нормально. У вас все нормально. А у нас не все. Вы пришли с нас помогать деньги. Я не знаю, что вы ждали стояли. Пока вам вынесут 60 тысяч. Серьезно, что ли? Ты продолжаешь на этом настаивать? Не настаиваю. На вас будет написано заявление за вымогательство и денежные средства. Так оно уже сделано за заявление. Нет. Что, нет? Нам сейчас приедет наряд, на вас будет составлено заявление за вымогательство и денежные средства. Так вы сейчас уже составляете. Что вы резину тянете? Все мы участвуем. Мы заняты. Вы просто имейте в виду, что клоуна ты в зеркале увидишь. Хорошо. Хорошо, да? Ничего хорошего. Ладно, что-то как-то... Диалог только односторонний неинтересно. Раиса, я сейчас буду отворачиваться. Можете еще что-нибудь гавкнуть мне в спину. Будете, нет? Давайте, гав-гав. Молчит.